Недорогая, качественная, 4-мегапиксельная камера с Алиэкспресс NPV. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, на моём канале уже огромное количество всевозможных роликов про видеонаблюдение, потому что тема, мне можно сказать, уже родная, профессиональная. Именно поэтому хочу рассказать и поделиться с вами опытом об ещё одной очень классной, выгодной, качественной камере. IP-камера, которая поддерживает протокол ONVIV, а значит, вы можете её спокойно подключить к вашей системе IP-видеонаблюдения либо к гибридному какому-то видеорегистратору, который поддерживает камеру с разрешением в 4 мегапикселя. В принципе, можно, конечно, при желании понизить до 2, но зачем? Ну или, как вариант, эту камеру можно подключить напрямую к вашему роутеру по проводу. Кстати, камера поддерживает ПОЭ-питание, то есть она может одновременно по кабелю витая пара получать и отправлять данные в интернет, ну и также питаться по этому же самому кабелю по 48 вольтам. В веб-интерфейсе камера, по-моему, также поддерживает и FTP, то есть можно настроить даже своё облачное хранилище. В общем, вариантов подключения большое количество, и само по себе, в принципе, любой, даже без опыта видеонаблюдения, может её спокойно установить. Ну а мы сейчас распакуем, посмотрим, как поставляется, что из себя представляет. Подключу её к системе, покажу образцы, как она снимает днём-ночью, ну и досмотрев видео до конца, вы точно поймёте, подходит ли она вам. Поехали! Камера может отправлять фотографии в случае тревоги к вам на электронную почту, есть детекция обнаружения движения, питание по-пое, есть встроенный микрофон, а, соответственно, может писать ещё и звук. У подключённой камеры к интернету есть выход с вашего смартфона, планшета, компьютер и тому подобное, ну и, конечно же, пыль, влага, защита полностью подходит под наш суровый климат. Снег, дождь, морозы, жара, пожалуйста, да легко. Открывая коробку, нас сразу же встречает вот такая вот наклеечка о том, что ведётся видеонаблюдение, единственное, что, скорее всего, она более рекламная, чем информативная, потому что всё-таки англоязычная. Что-то вроде визитки, информация с обратной связью, куда вы можете отправить электронное письмо и связаться с техподдержкой в случае чего. Также здесь сайт, почта, фейсбук, ватсап, вся информация есть, вы также можете связаться напрямую с производителями, они в случае чего вам помогут, хотя, думаю, вам это не понадобится. Отдельная ещё инструкция, по-моему, только на английском языке, русский не завезли. Но, опять же, она схематичная, логичная и понятная. Здесь показана схема, как можно обойтись просто без видеорегистратора, задействовав только компьютер. К одному и тому же роутеру подключить через POE-switch, это POE-коммутатор, который может питать камеру по 48 вольтам через кабель. Одному кабелю будет и питать камеру, и быть подключённым через интернет к вашему роутеру. Ну, а, соответственно, компьютер подключён, ну и так как это, в принципе, интернет, можете со смартфона заходить. Вот схема подключения, такая же, по сути, простая, прямо напрямую к видеорегистратору. О, и коммутатор, либо инжектор и тому подобное, можно просто вот таким вот образом всё подключить. Комплект дебилей саморезов и герметичная муфта для защиты разъёмов от лаги, потому что камера уличная и можете её вполне использовать на улице. Конечно, можно и в помещении, правда, такие. Такой фор-фактор редко в помещениях используется. Вот такой достаточно длинный шнурочек, и тут как раз-таки либо для блока питания, либо можно, ну, если не будете пользоваться, вот так вот герметичной крышкой закрываете, и всё, красота. А второй разъём RG45LAN для подключения её к интернету, и по нему же она может и питаться. Один из самых простых, удобных кронштейнов. Весь, вся камера, кстати, друзья, стоит отметить, она вся металлическая. В принципе, друзья, вы можете найти вот точно в таком же корпусе камера с логотипом Hikvision или, к примеру, HiWatch. Удобный кронштейн, расслабляете вот этот вот, и можете направить уже камеру так, как вам необходимо. Значит, друзья, под объективом 2,8 мм располагается 4-мегапиксельная матрица, которая снимает хорошую детализацию, даже с углом обзора порядка 95 градусов. Кстати, в плане детализации для такого угла обзора вполне себе хорошо. Конечно, не супер прям вот 8К детализация, при этом, если сравнивать с 2-мегапиксельными камерами, то разница значительная. Не вижу здесь сенсоров, скорее всего, на уровне матрицы это всё, цветочувствительность переключается в ночной режим чёрно-белой съёмки. Помогает ей в этом вот эти 2 ИК-фонаря. Дальность ИК-подсветки составляет около 25-30 метров. ИК-подсветка равномерно заполняет пространство. Ну а над защитным стеклом объективом можно заметить как раз-таки отверстие микрофона. То есть камера, помимо того, что записывает видео, она ещё и записывает звук. Ну, говоря о звуке, здесь, конечно, очень притянуто за уши. Микрофон очень слабенький. И особо даже не слышно человека, который находится практически под камерой. Как я с вами говорил, ну, это понятно, что максимум можно так и на состоянии многих метров, не более. Есть несколько вариантов подключения. К примеру, первый вариант – это подключение камеры отдельно к питанию через блок питания, ну и подключив её сетевым кабелем напрямую к роутеру. Камера поддерживает протокол Unwifo, соответственно, если у вас есть IP-видеорегистратор, то её можно спокойно добавить и в него, и она будет отдельно писать архив на жёсткий диск вашего регистратора. Ну и при наличии монитора вы получаете пункт наблюдения. Ну и так, как камера подключена к интернету, тем более, что ноутбук находится в той же самой сети, подключённый к тому же самому роутеру по Wi-Fi, можно в командной строке, а точнее в поисковой строке браузера, написать IP-адрес камеры. В инструкции написано юзернейм админ и заводской пароль, который потом можно поменять. Ну и вот вам, пожалуйста, просмотр с ноутбука и просмотр с видеорегистратора монитора. Есть история всех тревожных сообщений, так как камера может реагировать на обнаружение движения человека. Ну и, в принципе, огромный спектр всевозможных разных настроек, как у профессиональных камер. К примеру, помимо всяких разных настроек изображения, как яркость, контрастность, насыщенность и тому подобное, есть даже настройка VDR, то есть высокого динамического диапазона. Такая настройка обычно встречается у профессиональных камер для того, чтобы выровнять свет и тень, чтобы какие-то участки кадра не перешли в глубокую тень и сохранили детализацию. В том числе есть индивидуальные настройки ИК-подсветки, которые вы можете отрегулировать так, как вам необходимы. И даже, в принципе, можно отрегулировать так, чтобы не засвечивало автогосномера. Кроме того, из профессиональных настроек есть зоны приватности, то есть выделяете в кадре какие-то участки, и эти участки не попадают в архив, то есть они будут как черные квадраты. Камера поддерживает кодек сжатия даже H.265, а значит, с минимумом ужатое качество и максимально ужатая информация. Камера по умолчанию снимает в разрешении 4 Мп, можно сделать, допустим, 3, 2 и тому подобное. При частоте 20 кадров в секунду, которая при обычной частой съемке где-то у себя на участке, на даче, в доме более чем достаточно. У камеры есть огромное количество всевозможных разных сетевых настроек по разным протоколам, можно ввещать видео сразу же в интернет, или записывать через FTP на свой сервер, или куда-то отправлять фотографии на электронную почту. Также есть тревожные настройки выделения определенной зоны обнаружения движения, настройки всевозможных графиков, расписаний, в общем, самые настоящие настройки профессиональной камеры. Также можете скачать абсолютно даром в PlayMarket или AppStory приложение, которое называется Donnelly. Конечно, приложение самое простое, без каких-либо прям серьезных настроек и заморочек. В веб-интерфейсе заходите в настройки сети, выбираете P2P, чтобы появился квадратный код, далее нажимаете плюсик в приложении и выбираете поиск устройства и отсканировать код. Чтобы не вводить вот этот сложный ID-адрес вручную, можете отсканировать код, в котором он указан. Далее необходимо в приложении дать название вашей камеры, подтверждаете, и все готово. Все подключение заняло менее минуты. Ну и вот вам наглядный пример, как все выглядит. Пожалуйста, находясь в любой точке мира, можете смотреть со своего смартфона, ноутбука или на объекте с вашего монитора, подключенному к видеорегистратору. Вот такая вот красота. Демонстрирую другой вариант подключения. Отключаем камеру от блока питания 12 вольт, она, естественно, гаснет. Теперь этот провод нужно подключить к ПОЭ-коммутатору, свечу или к ПОЭ-инжектору. То есть отключаю камеру от роутера и подключаю этот кабель к ПОЭ-коммутатору, который подключен к роутеру, который дает ему интернет. Ну а ПОЭ-коммутатор уже питает камеру от 48 вольт. Технология ПОЭ очень удобная, так как и питание, и интернет переходят по одному кабелю. Это, соответственно, гораздо удобнее в монтаже. Не надо где-то по месту запитывать или протягивать дополнительные провода питания. Вот, как видите, всё. Камера подключена всего одним кабелем, и она же от него же и питается. И ещё один вариант, друзья, в подключении это к ПОЭ-айпи-видеорегистратору, у которого уже есть встроенный ПОЭ, и достаточно просто подключить кабель от камеры к видеорегистратору, и он будет её и питать, и подключаться к интернету. Вот та самая камера. Ну а вот здесь мы видим на мониторе, что она снимает. Я, например, разместил камеру во дворе, чтобы было более наглядно. Вот эта камера. Здесь у нас 4 Мп, а здесь у нас 5 Мп с оптикой. Находится практически щека к щеке, можно так сказать. Для своего разрешения, для своей цены потрясающе. Всё хорошо детализировано, достаточно смотрится. 20 FPS более чем достаточно для таких частных участков. В целом детализации вполне хватает, чтобы распознать человека, лицо человека на расстоянии 25, может даже при определенной освещенности, при определенной освещенности до 30 метров. Ну а номера автомобилей более детально, где-то до 20 метров. И вот так, друзья, показывает данная камера. Как видите, подсветка равномерная, всё равномерно заполняется. Вот эту камеру, которая здесь рядышком выключила, чтобы не мешала. Единственное, что вот это в лицо бьёт, но она скорее помеху создаёт. И как видите, номер автомобилей, то есть это обычная ЭК-подсветка. Естественно, номера автомобилей засвечены. Ну а в целом, очень-очень даже, сейчас выйду, покажу. В принципе, на расстоянии около 30 метров, но более-менее без всяких зумов можно узнать человека. И обратите внимание, что там в верхнем углу отображается значок обнаружения движения человека. То есть, хоть камера вообще абсолютно в другой прошивке, всё равно в регистраторе эта функция действует, что в X-May, что и в G-Crossman, и, в принципе, наверное, в других. Конечно, в связи с подъёмом курса камера нехило так подорожала, стоило две с небольшим, сейчас почти четыре. И неизвестно, что дальше будет, может, и ещё выше. Ну, скажем так, что по рамкам современных цен это вполне хороший вариант. Ссылку на камеру вы найдёте в описании под этим видео, именно поэтому переходите, заказывайте, продавец уже годами проверен. Камера надёжная, смело рекомендую, уверен, вам понравится. Ну, а я надеюсь, видео было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх, и приятный комментарий замотивирует меня ещё больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Ёж, пока!